Так, дорогие слушатели, пришедшие и те, которые собираются прийти, надеюсь, их увидеть в течение лекции, давайте начнём. У нас с вами очередная лекция ознакомительная, в данном случае речь идёт о биофизике. Ну, я хочу сразу сказать, значит, я давно была, правда, я был тоже вот на младших курсах, сидел в аудитории, нам рассказывали о разных специальностях. Могу поделиться с вами теми, как мне кажется, критериями. Вначале хочу несколько слов сказать. Вот так, нормально? Так, слышно, да? Или нет? Может, другой возьмём? Сейчас, подождите, тут два микрофона сейчас. А, вот это получше. Значит, я хотел бы так несколько слов вначале сказать о тех критериях, которые, как мне потом стало более ясно, хотелось бы руководствоваться при выборе дальнейшей специальности. Ну, на первый взгляд кажется, что мы выбираем то, что нам больше по душе понравится. Сейчас это правильно. И, ну, если ориентируется здесь только на какие-то проблемы конкретные, вряд ли будет, и в биологии это особенно ясно, чтобы всю жизнь будете заниматься какой-то одной проблемой. Биология очень интегративная наука, комплексная, и сейчас нет практически каких-то объектов, которыми занималась одна дисциплина, она и только она. Сейчас всё вместе. Я об этом немножко, после, несколько слов потом скажу. Ну, другой аспект, который, как правило, остаётся, ну, не то, что за кадром, но ему придают меньше значения, состоит в том, что, а насколько вы себя сами будете чувствовать комфортно в той области, которой будете заниматься не с точки зрения проблематики конкретной, а с точки зрения того стиля, того, той работы, которую вам придётся при этом делать. Ну, какие есть варианты? Ну, например, самое явное, допустим, что вас больше тянет? В области экспериментальных наук, как говорят, мокрой химии, есть такое выражение, или в области теоретических каких-то обобщений. Нет здесь грани? Нет непроходимых. Часто бывают нужные тем и тем заниматься. Но, тем не менее, какие-то склонности есть. А вы их не знаете у себя. Ведь никогда не знаешь до конца, что тебе удастся, что тебе понравится до того, как ты это попробовал. Человек, который хочет петь и не имеет особых данных к вокалу, если он начнёт этим заниматься и всерьёз, а потом у него ничего не выйдет, он потом поймёт, что не тем он начал заниматься. И что делать? А время ушло. Поэтому, с одной стороны, важно, конечно, понимать, что является важным, с вашей точки зрения, вам выбирать, в конце концов. А с другой стороны, к чему у вас склонность? Я в конце, у меня, если будет время, расскажу немножко о двух системах, нашей и американской, с этой точки зрения. Американская больше предоставляет, одну скажу вот в данный момент, больше возможности выбора на младших курсах, и поэтому у них очень фрагментарный набор дисциплин. И небольшое количество часов в течение недели, не больше 20-22, больше запрещено даже. У нас другая цель. У нас цель классического университетского образования, вот то, куда вы попали, сейчас состоит в том, что мы занимаемся направленным развитием ваших творческих способностей в разных областях. Вот биологический факультет, биология в настоящее время, я думаю, наиболее интегративная с точки зрения представительства разных дисциплин в биологии как таковой, естественно, научных дисциплин. Ну вот первый курс. Биология – полный спектр. А тут вам математика, физика, химия, физическая химия будет еще. Чего хотите? Спрашивается, зачем? Почему? Я задам простой вопрос. Зачем, скажем, физики изучают физику? Мы говорим в рамках научных дисциплин, вы, так сказать, вас готовят в область научной деятельности. Для чего физики физики изучают? Чтобы развивать науку физику. Тривиальный ответ. А для чего вы изучаете физику? Для того, чтобы с помощью физики, в той степени, в какой это возможно, решать биологические проблемы. Другая цель. И психологически другое вообще настроение. Поэтому, когда вам дают многие дисциплины, это просто отражение такой мультидисциплинарного характера работы в области биологии. И биофизика является типичной пограничной наукой с этой точки зрения. Кстати, не только биофизика. Мы все забыли о том, что биохимия в свое время, а это основа, потому что материальный носитель жизни у нас на молекулярном уровне, это макромолекул, их комплексы, органеллы клеточные. Это то, что составляет, как сейчас говорят, структурную биологию. И вот, значит, биофизика, биохимия тоже была пограничной наукой. Если вы посмотрите цели, предмет биохимии, скажем, начала 20 века, то биохимия занималась тем составом. Сколько белков, жиров, углеводов, все нуклеинные кислоты не были открыты тогда. И вот, значит, была цель. А то, что метаболизм является основой всего, это, в общем, так понимали, но предметом основным это не было. И вот считалось так, вот оцените, что живые системы обладают свойствами роста, размножения, раздраженности и метаболизма. Вот это и очень дорогого стоит, потому что и метаболизм вроде еще до конца не было осознанно, то, что это основа всего, и физиология, и всего. И вот в 50-х годах прошлого века, в 60-х, произошло становление биохимии как динамической, даже было слово, динамической биохимии. А предметом биохимии стал метаболизм как основа всего. И все современные молекулярные биологии, структурные биологии, молекулярная генетика так или иначе родились из развития биохимии. Это все дети биохимии. Биофизика прошла тоже путь становления. От взаимствования методов точных наук, биофизики, математики, физической химии. Я буду говорить просто точной науки, а то не говоря, что биология не точна. Вполне точная сейчас уже. Вот. И просто от взаимствования до органического слияния этих идей точных наук с проблематикой биологии. Я скажу так немножко, преувеличивая, что если бы не было отдельных разделов физики, немножко я с нескольких слов скажу об этом. Ну, например, переводить перенос электрона, теория переноса электрона в конденсированных средах, вот какими являются биологические структуры, то эти теории надо было придумать в связи с тем, что это необходимо для биологии. Молекулярная динамика, сложных макромолекул в мембранных, при мембранных слоях, что там происходит. Это серьезные физические проблемы, которые встают перед физикой, и их ставит биология. Вот это то, что делает биофизику такой пограничной, междисциплина областью. Ну, я должен сказать, что это не является исключением не только в отношении биофизики, биохимии, но вообще наличие пограничных наук – это отражение того, что науки-то в природе все едино. В период становления науки, вот в средние века появление университета классического, где цель была развития, цель университета классическая – это место, где происходит изучение, одновременное изучение основ всех научных знаний. Ну, в то время можно было сказать всех знаний, сейчас мы улыбнемся, как сейчас всех знаний. А тем не менее, такой интегративный взгляд. А потом, когда произошло развитие экспериментальной науки, ну, теоретической, само собой, произошло разделение наук, не противореча другу, разделение в силу просто ограниченных возможностей человека познать что-то такое вот с помощью всех методов. А в природе-то все едино. И вот теперь можно понять, что происходит только сопоставляя и отдельные закономерности с другими. Физика, математика, биология разделены в нашем понимании. В природе они не разделены. И вот интегративные науки, междисциплинарные, которые даже провозглашалось, и этот лозунг остался правильным, это своего рода точки роста. Это не значит, что фундаментальные, такие не интегративные, как бы обстоявшиеся дисциплины не развиваются. Они развиваются, но точки роста, взаимное проникновение друг друга, это остается самым, таким, пожалуй, решающим моментом в наше время. Вот биофизика в этом смысле типичный представитель. И здесь кратко показано значит, деление биофизики. Давайте договоримся так. Я не собираюсь вас заваливать какими-то подробными данными, деталями, потому что на первом курсе первые лекции про биофизику, и что я вам расскажу, что такое наука, и детально все. Я хочу попробовать вам показать, чтобы вы почувствовали уровень понимания, проникновения в сущность биологических явлений, то, что составляет сущность биофизики. Вот здесь показано, все вы имеете читать, я не буду все это перечислять, но здесь показано, что есть теоретическая биофизика, вот которая сформировалась в 20 веке в полном таком объеме, и приложение этой биофизики к анализу конкретных клеточных процессов. То, что здесь написано, вот это все отдельные разделы, это будут составлять предмет и содержание биофизики общего курса. Но хочу сразу сказать, что у биофизики в этом смысле есть две задачи. Одна задача – собственное развитие биофизической проблематики, другая задача – это форпост-проникновение методов точных наук в области биологии. Вот поверьте мне, сейчас, если вы не будете заниматься, всерьез относиться к смежным точным наукам, которые вам будут читать, там твои проблемы есть, трудности и прочее, прочее, вы очень много потеряете в жизни, потому что сейчас без точных наук не только биофизика, другие, все экспериментальные науки, они нуждаются в этом. И вот иллюстрации, иллюстрации этого служат следующие. Я взял, значит, это вот такой Брюс Альбертс, известный молекулярный биолог, он не биофизик. Вот здесь написано, я не буду переводить, все вы можете читать, сейчас по-английски, мы на семинар проводим на английском языке с студентами, прекрасно доклады делают и даже на вопросы, на некоторые, по крайней мере, отвечают по-английски. Вот, но, значит, что он пишет? Все великие достижения биологии, а это великие достижения, молекулярная генетика, там, биохимия, ну, что хотите, систематика, биоразнообразие, они все были сделаны без систематического заимствования, если не методов, то уж идей точно, ух, точно, не нужно было, не было. И что мы сейчас имеем в области молекулярной биологии клетки? Это его область. Мы имеем сейчас набор белков, которые работают, взаимодействуют друг с другом, как такая линия, такая, ну, скажем так, конвейер таких машин белковых, занимающихся переработкой чего? Веществ, энергии, ну, дыхательная, фотосинетическая цепь, это доставка энергии для жизнеобеспечения, и что же, в чем же проблема? Проблема состоит в том, что мы знаем сейчас, откройте базу данных, строение очень многих белков, вообще это не проблема строения, и мы понимаем, как они устроены, но мы очень мало понимаем, как они работают, как они взаимодействуют, и вот понять, как они взаимодействуют друг с другом, и вообще, в чем механизм их реакции, процессов, которые приводят к биологически осмысленным результатам на молекулярном уровне, это невозможно без привлечения идей точных наук, потому что описать эти взаимодействия мы можем только, это он пишет, это не мои слова, ценно, еще раз говорю, что это пишет молекулярный биолог, а не вот живой, вполне такой, дееспособный, вот, пишет, что это возможно только с привлечением понятия энергия, сила, взаимодействия, влияние поля, я про биополе не говорю, это такой сакраментальный вообще предмет, и есть ли оно или нет, вообще вопрос, вот, но без этого не получится ничего, и дальше вопрос, и тогда чему, и как учить, это большая проблема, вот сейчас мат, я открытым текстом могу сказать, сейчас матанализ, там пределы перемены, всяких там бесконечно малых и прочее, прочее, не очень ясно для чего, и я думаю, что это не очень хорошо, что вам с самого начала, вы не ориентируетесь так, а для чего это нужно, вообще, одно отвлечение маленькое я сделаю, что, в школе вы же не спрашиваете, зачем вам нужны тот или иной предмет, вопрос почему, потому что если не будешь изучать, двойку получишь, плохо будет, еще что-нибудь, здесь возникает вопрос, для чего, вот, я вам могу сказать, что способность человека воспринимать новую информацию, так, чтобы она органично вошла в его подкорку, к сожалению, не всю жизнь длится, где-то в 22-23 года, как правило, это уже сильно идет на убыль, а ваши ячейки головного мозга уже заполнены, и вопрос только чем, если вы откладываете до 22 лет, ах, мне это не надо, потом только, ах, это мне надо, было бы, а ячейки, что уже заняты, и иногда совсем не тем, чем бы вам надо было их занять, но вы это слишком поздно понимаете, поэтому мой совет такой, знаете, я с вами не, я пользуюсь случаем, какие-то отеческие беседы с вами проводить, типа учиться, учиться, не теряйте время, ребят, не теряйте время, потому что оно уходит безвозвратно, вот я так же сидел здесь, и все это я слушал, а опыт показывает, слушают все, но слышат процентов 20 всего, вот так вот устроена жизнь, и потом постфактум, ах, вот надо было бы, ну, к сожалению, вот поверьте, а дальше, слышите все, а вот услышите, сами увидите, кто слышит, кто нет, причем в разных отношениях это по-разному идет, так вот, что же такое взаимодействие, взаимодействие, механизмы взаимодействия, это предмет физики, физика, наука о взаимодействиях, и биофизика тоже наука о взаимодействиях, но физика взаимодействия всего того, что нас окружает, биофизика, наука о взаимодействиях, основных элементов, составляющих структурную основу жизни, макро молекулы белки там прочее вот 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 что такое биофизика в чем давайте так в чем основная теперь более конкретно в чем основная задача сейчас вот на макро молекулярном уровне вот посмотрите вот типичный пример макро молекула нитритродуктаза это нам дает биохим мы все знаем что здесь происходит внутри с точки зрения структуры но мы очень плохо представляем себе что такое как она взаимодействует с другими в каком смысле мы знаем результат мы понимаем механизмы вот была такая был такой крупный очень ученый сэндиорди по занимался мышечным сокращением это было довольно давно нужно тогда говорил мы много знаем как устроена мышца но мало понимаем как она работала и работает и чем больше мы знаем об ее устройстве меньше мы понимаем с точки зрения того каков механизм взаимодействия вот акад кем мы берем механизмы основа теоретическая основа под современной экспериментальной биологии это в основном физическая химия физическая химия говорит нам следующее и правильно говорит реакции ай прежде всего в растворах происходит за счет соударений преодоления активационного барьера новые я думаю это вы знаете все слова вот и вот так они происходят а в биологии какие там соударения когда все в белка все в конденсированной фазе в мембранах все едва двигается ну какие-то шевеления есть и и что как там быть и вот биофизика этим занимается и у нас даже есть такое выражение что драма не трагедия но драма экспериментальной биологии 21 века состоит в том что в основе своих теоретических представлений нам надо пользоваться и в огромном большинстве случаев это правда но по сути это очень ограничено представление физической химии сформированы в конце 19 начале 20 века вот что нам делать вот вопрос теперь смотрите дальше какой метод существует метод биофизики которые должны дать нам информацию о том что происходит внутри вот этих белковых молекул макромолекул ну принцип биофизического эксперимента сейчас на третьем курсе вот с этого года ввели специальный курс современные методы экспериментальной биологии принцип биофизического эксперимента не нарушение целостности объекта мы можем применение метода как такового это было связано с сохранением нативной структуры объекта типичный пример метода вот радиоспектроскопии вот метод ядерного магнитного резонанса это один из самых мощных методов по изучению структуры объектов значит как делается берется сигнал я не собираюсь вам рассказывать там как это все устроено прочее но вы облучаете объект магнитным электромагнитным полем слабым не нарушающим там ничего получаете сигнал и расшифровывать его и это вы можете получить всю структуру всей макромолекулы при этом теперь значит что же получается в результате вот возвращаясь хабарус о том что в какие же теоретические представления оказывается что макромолекула она живет своей внутренней жизни вот посмотрите это внутри молекулярные движения белка от 10 минус 12 минус 13 секунды это вообще меньше чем пикосекунда пикосекунда 10 минус 12 значит фемто секунды мы меряем экспериментально сейчас до нескольких фемто 10 минус 15 секунд до 10 во второй секунды сворачиваем белков угол 14 порядков различается внутри молекулярные движения в одном и том же белке вот она вызов который бросает биология физики это совершенно новый объект для физики у вас будет органическая химия ну в школе вы там помните цистранса замеры помните ну гоши замеры есть поднатужитесь помните еще есть такие все так а здесь посмотрите что творится и все это координируется в пределах единой молекулярной системы плотность нативного белка ну почти такая же как белка обезвоженную то есть они практически на на радиусе вандервальский радиус как говорят ближе нельзя подойти и тем не менее они двигаются координированно вот это вот является вот она задача теперь как она развивается эта задача это мы говорим сейчас о молекулярном уровне значит мы можем и вот это теоретический подход связано это экспериментальные методы все это не оценки это экспериментальные цифры которые мы получаем с помощью всевозможных биофизических методов я их не буду перечислять потому что просто вы почувствовали в чем дело на сохранение нативности дальше вот эти времена теперь что мы можем сделать мы можем на компьютере оживить и увидеть на дисплее реальное движение объекта внутри что происходит вот я причем это не мультфильм который как могло бы быть а это то что происходит реально вот современные компьютеры которые мы активно на кафедре пользуемся вот суперкомпьютер у нас ломоносов прочее они позволяют говорить о реальном эксперименте компьютерном потому что в основу положены реальные цифры данные которые мы имеем из эксперимента а дальше мы оживляем его и смотрим что происходит внутри посмотрите вот ептопептид вы видите как он это как живой организм вот это в результате взаимодействия отдельных частей отдельных атомов друг другом но это вот такая вот это действительно так и есть это если так и есть мы когда показывали такие фильмы первый раз это было давно сейчас это уже как такой момент значит дальше у нас показывали биохимики что это не двигать кто их двигает они двигаются сами за счет взаимодействий вот в этом секрет в этом секрет надо понять какие законы здесь есть и и вот этот же принцип это казалось ну хорошо игрушка ну подумаешь там гептопептид так нет этот же самый принцип лежит в основе скажем работы сложных макромолекулярных систем натриевый насос вот макромолекулярная система приток приход кальция и в результате конформационные движения которые проходят со многими временами являются основы для открытия закрытия канала демоглобин типичная вещь присоединяется кислород к железу огромные молекулы глобова гемоглобина железо присоединяется кислороду и кислород железу железо втягивается немножко и дальше идет каскад последовательных оксигенаций всех субъединиц спрашивают в чем движущая сила кто их толкает и почему они все разворачиваются координирно вот центральная задача биофизическая задача и задача не только биофизики задача понимания того что происходит как это происходит посмотрите более крупномасштабные движения макромолекулярные вот идет визикула дорогие мои это не мультфильм который как бы иллюстрирует все в основе этого лежат те цифры и данные которые мы получили из экспериментов вот так идут ножки здесь вот последовательно гидролиза тф когда он присоединяется потом синтез тф то все это расшифровано и дальше вот такая вот механическая система механическая система типичный пример и очень важный пример это работа атефазы ну вы знаете ситуацию японцы придумали они присоединили кончику атефазы вот здесь присоединили нить и метки флуоресцентные и оказалось что она крутится при синтезе атеф вот посмотрите результат оживления опять вот идут сюда фосфат и атеф происходит реакция и потом выскакивает атеф готовый атеф значит вот идет вопрос зачем она крутится и в чем движущие силы что что ее заставляет крутиться ну вот это биофизика изучает мы сейчас поняли в чем дело здесь есть активные центры в этой в этом глобуле они меняют свое состояние а меняет они свое состояние за счет того что вот центральная единичка гамма крутится и подставляет свои разные бока этим центром и заставляя их менять свое сросло между атеф фосфатом и атеф ну понимаете вы знаете что вот вы около метро крутят кур там на вертеле и как крутят значит то один бог подставит то другой ну здесь то же самое только здесь очаг крутится и так сказать аналогия такая ну это примерно то же самое а механизм какой почему они меняют сросло и вообще этого работа фермента смотрите вот фермент ну все привыкли фермент уже слава тебе господи у михаиле смент на уравнении всем известно все а вопрос маленькая маленький активный центр там 4 5 ну 6 может больше вряд ли редко бывает аминокислот и огромные белковые глобулы зачем она меняет свою конфорту по каким законам зачем вот она центральная вот она центральная проблема ну и здесь вот написано кратко значит как механизм движения я не буду подробно говорить но смысл такой что мы с вами меняем диссоциируем ассоциации ассоциация диссоциа происходит отдельных зарядов здесь стержень который проходит через мембрану а заряженная мембрана и заряженный стержень и под проникает мембрана не может проникнуть и вот происходит такое колебание Сунулся сюда, раз, выскочил заряд, а он стал заряженный. Назад не может сунуться, происходит такое направленное движение. Вот так двигается эта ножка за счёт того, что есть разность потенциалов водорода по обе стороны этой мембраны. Это вот теория Митчелла, он первый догадался, что нужно иметь разницу концентрации водородов по обе стороны мембраны, как в электрохимической ячейке, и тогда получится движение. Но как получается? Вот здесь вот более одна из моделей таких представлена, как это всё происходит. За счёт того, что создаётся разность потенциалов при этом. Биофизика занимается вопросом о механизмах этих движений. Это очень важно, потому что, ну хорошо, мы поняли, а дальше надо конструировать и восстанавливать всё это дело. Вот проблема движений, она центральная проблема фолдинга, сворачивания белка. Вот недавно исполнилось, в прошлом году, не помню, 50 лет со дня формулировки этой проблемы. В чём она состоит? Если вы расплетёте, устроите гидролиз, значит, у вас денатурацию, у вас получается клубок. И он сам собирается в глобул. Теперь, если бы это дело происходило ненаправленно, самопроизвольно, то оно должно происходить до тех пор, пока не будет достигнута наиболее низкой энергетической конформации, стабильность, где они крепко держатся друг за другом. Вот оценки показывают, что если бы это пустили бы мы на самотёк, то небольшой белок сворачивался бы, представьте, за время. Время жизни нашей Вселенной – это 20 миллиардов лет. Это, ну, скажем, 10 в девятой степени миллиардов. Так он бы свернулся за 10 в 41 степени лет. То есть это нереально совершенно. А в жизни, в растворе, а тем более в клетке, с помощью шоперонов, он сворачивается, ну, максимум, там, минута какая-то, меньше даже, секунды. В чём проблема? В чём проблема? Как они ищут друг друга? За чёт чего это происходит? И вот, говоря о взаимодействии биологии с физикой, похоже, вот такие простые, ну, казалось бы, ну, что тут сложно, подумаешь, там, последовательность аминокислот. Эти простые движения, они обладают такой большой внутренней динамическим разнообразием. И это важная проблема, которой физика просто не занималась, ну, не было необходимости. Биология ставит эти задачи перед физикой. Я хочу, чтобы вы почувствовали, что физика непросто, у неё нет готовых рецептов, есть готовые подходы. Просто они грамотные, хорошие, да и других нет больше. Приходится с этими работать. Но проблема, которая стоит, она, опять же, для физики как таковая новая. У нас ведутся работы по этому фолдингу, по взаимодействию белков. И что-то такое становится уже ясно. Но это центральная проблема. Для чего? Делайте какое-нибудь дизайнное лекарство, ещё чего-нибудь. Я потом расскажу, где это всё может прилагаться. И все эти необходимые вещи для понимания этих отдельных элементарных механизмов, они совершенно необходимы для понимания общей картины. Вот если говорить о уже взаимодействии белков, вот здесь типичная расположение, ну, что, фотосинетическая система. Вот отдельные переносчики. Вот это фаза наша. Значит, вот, ну, как работает. Вот идёт перенос электрона. Здесь проблема биофизическая. А как переносится электрон? Огромные скорости здесь. Скорости там вот эти прямо пик и секунды. За счёт чего это обеспечивается? Есть подвижные переносчики. А как они знают, куда пойти? Почему диффузия? Может, он... Чего нарисовано в метаболизме? Вот хорошая вещь. Это редкая схема метаболизма, скажем. Пластацианин идёт сюда. Это нарисовать легко. А как он знает, куда идти? Ведь если это не направленная диффузия, он может сюда пойти, туда. Почему он сюда идёт? И какая вероятность этого? И что его заставляет идти в направленную сторону какую-то или нет? Вот проблема. И без понятия физхимии, физики, мы не можем это решить. Ну, что вот, например, делается в этой области? Оказывается, что вот белки, имеющие свою большая глобула, поверхности заряжены. И вот, оказывается, эти заряженные поверхности взаимодействуют между собой. Если мы делаем, например, мутанты, эти поверхности, изменяется потенциал вокруг неё. И, соответственно, эти белки начинают работать по-разному. Вот. Сейчас. Нет, это ещё рано. Значит, они начинают работать по-разному. И, а это очень важно, скажем, если вы делаете отдельные мутации, или они сами там у вас происходят, это уже, как говорится, как получится, то механизмы реакции крупных макромолекул очень сильно зависят от точных мутаций. Вот почему механизм точной мутации? Не только в смысле реализации генетической информации на уровне синтеза белка, но и сами белки начинают, получившись, начинают взаимодействовать между собой по-разному. Ведь вы знаете, скажем, основная, так сказать, догма с регуляцией. Да, ДНК, записанная генетическая информация, она реализуется в биосинтезе белка. Но дальше, как сами белки знают, куда идти, как взаимодействовать, и без физических представлений нам очень трудно будет это понять. Перенос электрона, значит, в растворе молекулы сталкиваются, за время встречи они обмениваются электронами окислительно-восстановительной реакцией. А в конденсированной фазе, где они уже сидят друг у кого-то в друга, оказывается, если мы там начинаем, в ряде случаев, начинаем понижать температуру уже ориентированных молекул, то электрон все равно переносится, причем даже по низких температурах. Как он переносит? Вот, посмотрите, схема. Вот, видите, значит, вот это вот электронная плотность орбиталии. Вот он набухает, вот он должен перейти. Вот, смотри, раз, вот он переход. Значит, это не, еще раз хочу сказать, это не мультфильм вообще, чтобы детям показывать. Это в основном, у нас тут реальные структуры, у нас тут орбитали выведены, ну, так, точность, это другой вопрос. Но это все не придумка, это все на основании данных. И вот идет, это называется, туннелирование электрона. Ему не надо преодолевать барьер над, он идет под барьерный. Ну, это квантовая механика, которая показывает, что электрон, значит, весь вероятность, вот здесь электрон, есть вероятность вот там находиться. Она исчезающая мала, но теоретически он может там быть. И квантовая механика привлекается в области биофизики, в области биологии. Более того, могу сказать, скажем, вот одно из больших достижений современной, вот биофизики, биохимии, это то, что туннельный эффект, который в физике известен, это подбарьерный перенос электрона при низкой температуре, оказывается, идет в биологии так, что он должен быть необратимым. Ведь если он прошел туда, почему он не пойдет назад? Оказывается, вот за счет изменения к информации, которая связана с приходом электрона, он фиксируется. И это составляет, в общем, основу такого функционирования в области взаимодействия белков между собой при переносе электрона. Ну, посмотрите дальше. Вот фотобиологический процесс, в данном случае фотоцинетический активный центр, они являются очень излюбленным объектом в области биофизики. Почему? Вот смотрите, значит, как мы изучаем работу ферментов. Значит, мы берем субстрат, биохимия, классический пример. Берем субстрат, вместе с ферментом его сливаем вместе, быстро сливаем, чтобы посмотреть, как идет кинетика образования, все стадии провести. Значит, если эти стадии быстрые, то мы должны быстро слить фермент субстратом. Есть такие методы в биохимии, стоп-флоу, значит, быстрое слияние фермента с субстратом. Там максимальные скорости, времена минимальные. Ну, я думаю, так, сейчас микросекунда, ну, может быть, десятые микросекунды. Микросекунда. А известно, что когда субстрат попал в активный центр фермента, уже там принял продуктивную конфигурацию, то реакция самого превращения продукта, попавшего в активный центр, вы, простите, превращения субстрата, попавшего в активный центр, превращение его в продукт, Оно происходит за времена типа 10 минус 9, даже меньше, не минус 10 секунды Поэтому если мы с вами сливаем быстро, а быстро только всё, микросекунда Мы эту стадию не увидим, поэтому это не работает Так вот, процессы фотобиологические, в данном случае фотосинетический центр Где субстратом, можно так сказать, являются кванты света Они как раз позволяют расшифровать эти быстрые процессы Почему? Мы можем вот в активный центр фермента Мы можем дать за счёт лазерной вспышки лазера Лазерная вспышка, фемтосекундный импульс можно давать Мы можем дать очень за короткое время возбудить импульс И генерирует мы даём импульс света Поглощается и освобождается электрон, который идёт Меряем время, смотрите, 3 пикосекунды, 1 пикосекунда, 200, 200 микросекунд Замедляется Почему? А потому что этот быстрый процесс переноса Нам нужно электрон добавить куда-то, привести его к ферментам Которые потом понесут его к СО2, восстановят СО2 В данном случае фотосинтези И мы получим конечный продукт Так вот, ферменты, обычные темновые, работают за времена, ну, миллисекунда Минус второй, минус третьей секунды И быстрый процесс надо замедлить Вот когда вы смотрите на часы, например Вы смотрите по стрелке, по движению стрелок Вы смотрите, сколько времени Но если вы посмотрите внутрь механизма Вы видите, там колёсики разные крутятся И если очень быстро крутятся Так вот эти быстрые колёсики тоже время показывают Но вы не можете за ними уследить У нас восприятие не успевает Поэтому крутятся медленные стрелки Вот то же самое и здесь Мы доставляем быстрый электрон А дальше его надо замедлить Чтобы он стал возможным Его потребление вот темновыми ферментами Теперь вот этот принцип Вот вообще-то надо сказать, что мы сейчас очень много стали Это уже не только биофизика Стали понимать, а роль света вообще в жизнедеятельности Ну, фотосинтез – это место тривиальное Вот это энергодающий процесс на Земле Всё это мы знаем хорошо Оказывается, есть очень большая область фотобиологических процессов Какая? Есть поражающее действие Ильтрафиолета, рак вызывающий Это всё известно, законно Но оказывается, что есть большая группа ферментов Светочувствительных Не имеющих прямого отношения к фотосинтезу Которые работают, активируются И вообще их активность меняется под действием света Ну, вы знаете, сейчас есть такие понятия Как световое голодание Вот осенью в Москве, по-моему, в прошлом году или позапрошлом Это было несколько месяцев, два-три Были пасмурные дни Угнетённое состояние Они все думали, выйди, солнышко А солнышко-то не просто для настроения Солнышко активирует некоторые наши ферменты И это очень новая область совершенно Есть другой вопрос Вещи, они прикладовое значение имеют Например, лечатся с помощью лазера Лазерная терапия Все знаете Лечат Лечат Механизм Туман То есть я могу вам рассказать об этом Что, но Проблема нужна в решении серьезном И это важно Потому что если мы не знаем механизма То мы можем получить очень такие отдалённые Совсем невесёлые эффекты, скажем так Во втором, в третьем поколении мало ли что там будет Один из вариантов, например Что вот кислород, которым мы дышим, всё хорошо Если он активируется, это известно, светом Проверяются активные формы кислорода Которые могут приводить к очень драматическим последствиям И для того, чтобы их избежать В частности, вот здесь Давайте подумаем А для чего так быстро всё это делать Когда всё равно завтра, потом придётся замедлять Для чего природа не терпит различных каких-то Лишних каких-то построений, процессов Для чего делать, чтобы вся энергия пошла на электрон А зачем так быстро-то? Он всё равно будет дальше замедляться Больше того Я вам скажу, что всё возбуждение, которое попало сюда Оно всё реализуется практически без потерь На перенос электрона Механизм переноса, вот туннельный перенос Прочее, то, что я вам говорил А если посчитать энергетический выход Сколько энергии света поглотилось А сколько запаслось в виде продуктов фотосинтеза В виде углюкозы То там выход, ну, 10%, даже если не меньше То есть спрашивается Зачем так, чего огород городили-то вначале Зачем так всё быстро было? Вот один из ответов составит следующим А здесь кислород у нас есть Он не дремлет И если мы задержим электрон где-нибудь Он его схватит Превратится в активный, называют, супероксид-радикал И начнёт разрушать нам мембраны Так вот, время его реакции, этого кислорода Он быстрый очень Это примерно 10-6-7 секунды Примерно Так вот, надо электрон у него перед носом Пронести за более быстрое время Ну так вот, если говорить попросту В чём механизм Это как ребёнку, вы показываете конфету Если вы быстро прячете её в карман Он не успеет схватить Поэтому вот та же самая игра Вот нам кислород электрон Он хочет, а нет, бежит быстрее А дальше, когда появляется уже стабильный продукт Они уже сами достаточно крепко держат электрон Здесь это всё быстренько происходит Поэтому всё очень подвержено всяким таким вредным влияниям Так, ну давайте продолжим Значит, я вот понимаю, что ещё интерес представляет, конечно, области Где это можно применять Приложения всякие Вот в данном случае Пользуясь случаем, скажу, что Во-первых Действия света Действия электромагнитных полей Сейчас применяются Сейчас очень много приборов рекламируется Всяких там магнитной терапии Прочее, прочее Это всё важно, хорошо Но механизмы непонятно Вот в частности Один из общих механизмов, которые здесь есть Это влияние воздействий электромагнитных Или световых Которые вызывают терапевтические эффекты Взаимодействия с кислородом Появляются активные формы кислорода Которые в большом количестве Вредны Идёт перекисное окисление Структурных элементов Но в небольшом количестве Нужные Играют физиологическую роль Более того Они являются кофакторами В экспрессии генов Без них невозможны Некоторые процессы Вот экспрессии Стимуляция Идёт Прочее, прочее Вот это очень интересный момент И без такого глубокого Биофизического подхода Это очень трудно В этом будет разобраться Значит Теперь вот Вопрос какой Наши вот эти все Представления Которые мы сейчас теоретические Мне, конечно, понятно Что вам хотелось бы И я постараюсь об этом немножко сказать Хотелось бы Почувствовать Где это всё применяется Есть у нас две области применения Крупные Медицинская Это не только у биофизики, естественно У биологии Медицинская Экологическая область Вот я покажу Поиллюстрирую Как это делается В области биофизики Но Как это основано На фундаментальных представлениях Теоретических И экспериментальных Которые развиваются В этих науках Вот одна из Серьёзных Центральных проблем Это регуляция Она Общебиологическая проблема Если вы посмотрите На карту Клеточного метаболизма Ну Голова кругом идёт И представьте себе Это всё Центральная проблема В чём состоит Представьте себе Это всё происходит В пределах одной клетки Ну Нарисовать-то что угодно Можно Вот стрелочка А почему сюда А не туда И как они знают Прочее Прочее Какие-то механизмы Есть Проблема регуляции Сейчас С введением Компьютеров Была такая Голубая мечта Сделать модель Электронной клетки Вот здесь всё Нарисованы Всевозможные процессы Часть только из них Конечно И вот электронная клетка Давайте возьмём У нас в клетке Происходит примерно Ну Так Грубо говоря 10 миллионов реакций Для суперкомпьютера Это не проблема Давайте сделаем модель Как они взаимодействуют И посмотрим Что получится Не получается Почему Как говорят Вот Трудно сделать суперкомпьютер Но ещё труднее Придумать адекватную модель Чтобы он Решил уравнения Которые мы должны составить Ведь компьютер делает то Что ему скажут Программа и прочее Это всё Результат того Реализации наших знаний В той форме В которой компьютер Может с ними работать И мы недостаточно знаем И вот изучение Элементарных взаимодействий Стоит на пути Создания таких вот Модели электронная клетка Но кое-что мы начинаем понимать Кое-что мы начинаем понимать Вот в частности Вот взаимодействие Вот я вам говорю Вот фотосинтезической мембране Почему говорю Не потому что Фотосинтез важный Процесс Это процесс важных много Хотя знаете как говорят Все процессы равны По своей важности Но некоторые равны Больше чем другие Это перефразирую Известное выражение Из фермы животных Не читали наверное еще Советую почитать А 12 стульев вы читали Из золотой теленок Кто не читал Даже на зачет не думайте Приходить Это так сказать Списка рекомендованных Литератур этой книжки нет Но её знание Весьма полезно будет Вот Так что я хочу сказать Значит Считается Какие проблемы Самые важные Самые те которые мы Сами занимаемся Ну тут никто и спорить И не будет Но вот фотосинтез объективно Почему биофизики любят Фотобиологические процессы Потому что еще раз говорю Нам можно дать квант света Который запускает Всю эту машинерию За очень короткое время И увидеть во времени Как все дальше развивается Если вы дадите медленный толчок То у вас будет каша Вы не разберетесь Вот почему это все приятно Но это дает возможности И заниматься регуляцией Вот посмотрите Что такое регуляция Регуляция в биологии Это возможность Когда вы меняете внешние условия То система перестраивается Сама так Что приобретает Или сохраняет свойства прежние Если это нужно Или приобретает новые Ну например Вот ферменты Изменили температуру Увеличили Скорость ферментативного процесса Увеличивается Это понятно Получается больше продукта А этого клетке не нужно Что она делает Есть эгибирование Самим продуктом Своей реакции Отрицательная обратная связь Или наоборот А клетке нужно еще больше продукта А он не может дать больше Происходит активация фермента Механизмы Вот эти все Они изучаются в биофизике Изучаются И они являются основой Такой регуляторных процессов Так вот Значит А как Посмотрите Какие взаимодействия здесь Здесь внутри Идет Быстрый туннельный перенос электрона Здесь подвижные переносчики идут Они дефундируют Белки ищут друг друга Свои электростатические взаимодействия Их ускоряют Ориентируют друг к другу Это уже первые намеки На такие Дальнего порядка взаимодействия В клетке Потому что Кулоновское взаимодействие Взаимодействие электронных Зарядов Это далекие И вообще Они бывают там С квадратом расстояния Но в принципе Они далеко простираются Вот эти вот все Все взаимодействия Они требуют Разных привлечений Различных Методов Математического Моделирования Для того Чтобы мы могли понять Что происходит в целом Вот для чего Нужна математика И получается Ситуация такая Что если мы кладем туда Те знания В основу моделей Которые мы получили Из эксперимента Потом получаем модель Дальше изучая ее Методами специальными Математическими Вместе с математиками Никто не ждет этого Что вы будете Все там уравнения Сами решать Но понимать Что там происходит А главное Составлять эти модели Вот это Где вы будете играть Главенствующую роль Вот это вот Очень Это вот необходимо И дальше мы получаем Все результаты Которые позволяют Говорить о том Как клетка регулируется Что там Почему меняется Что как А это важно Потому что скажем Вот продукты Фотобиологических процессов Они сейчас играют Большую роль В прилаганных областях Можно там липиды делать Можно всякие там Кардиноиды можно делать Можно жиры В зависимости от режима Освещения А соответственно регуляции Что здесь происходит Внизу Мы можем предсказывать Это дело Это очень такие Важные Многообещающие вещи Из другой области Скажем Нейробиофизика Ну вот здесь Кальция активно Связана с возбуждениями В сетях Астроцитов Которые в нейтронных сетях Там играют Большую роль Что здесь получается Мы видим Изображения И они Которые Соответствуют С распространением Возбуждения Вызванные потоками Кальция Специальная обработка Этих изображений Нам позволяет Рассказать Что будет В одном Случае В другом Случае Как они вообще Распространяются А это играет Большую роль Вообще В понимании Мозговой активности Здесь Центральная проблема Сейчас состоит Вот в чем Электрофизиология Хорошо понимает Ну По крайней мере Есть многие работы По распространению Возбуждения Топография Все это так Но материальная основа Кроме того Что это Что Возбуждение Ну потенциал Электрический Распространяется Откуда он взялся И какие Белковые структуры Лежат в основе Этих распространений Память Вот сейчас Последние Данные В этой области Говорят о том Что удается Сопоставить Значит Скажем Активность В памяти С наличием Или отсутствием Каких-то Белковых структур Которые там Образуются Или распадаются Вот это Тоже принципиальная вещь Вообще Что такое Сознание Мысль Это вы знаете Я На докладе В Академии наук На сессии Академии наук У нас была Там были Посвящены Физиологическим проблемам И там был поставлен Вопрос такой А что вообще Мысль сама Материальная Или нет Вдумайтесь В эту постановку Мы думаем У нас что-то происходит Там А мысль Вот она Мысль Я делюсь с вами Мыслью А вы со мной Ну это когда мысли есть Когда нет То значит У нас У всех есть мысли Вот мы делимся А что мысль Мысль Что это такое С какими материальными Структурами Это связано Это глубокие Я бы сказал Даже философские вопросы Вообще Не думайте Что занятие наукой Очень сильно Связь сейчас идет С гуманитарными областями В частности Область философии Скажем Вот математическая модель Ну что мы Ну пишем уравнение А что Вот эти белки Которые двигаются Ищут друг к другу По законам Которые мы Пытаемся найти С помощью уравнений Они что При этом движении Сами что ли Уравнение решают Белки ничего не решают Они знают Куда идти Откуда они знают Секрет И этот секрет Мы пытаемся Выяснить С помощью Наших моделей Наших математик И прочее Ну С точки зрения Белков Я бы считал Это наивно Вот Потому что Им не нужно Этих уравнений Никакого там Уравнения Шеттенгейра Они не решают Электроны пускают Куда надо Они идут Куда надо Вот проблема Настоящая проблема И это проблема Выходящая за рамки Чисто такого Ну Математического Что ли Подхода Вот Решая уравнения Какие Не надо Никогда забывать Что Решать так можно Хорошо Конечно Но Все результаты Надо сопоставлять С Реальностью Я слышал Даже Более того Выражения У физиков У настоящих Глубоких Физиков Никогда Вот Немножко Утрежу Но Тем не менее Никогда Не начинайте Решать И составлять И решать Уравнения Прежде чем Вы не поймете Или по крайней мере Представите себе К чему Они в реальности Их решения Могут Соответствовать Потому что Решать Ну решать А что толку Если вы Не видите Реального соответствия Этому делу Другое дело Что математика При этом Дает возможности Найти свойства Объекта Которые При эксперименте Не были угаданы Они даже Единственные вещи В данном случае Можно составляя Уравнения Найти такие Этапы Которые мы Включили в модель Но их характеристик Не знаем Мы их можем получить Вот это вот Принципиальная вещь Вот это принципиальная вещь Ну вот Можно Несколько слов Таких Более прикладных Значит Экологическая диагностика При помощи Фуэрометрии Что мы можем делать Вот сюда Посмотрите Это наш прибор Вот такие мы делаем На кафедре Мы имеем Взаимодействие С Геологами Гидрологами Вообще Понимающимися Всякими проблемами Морскими Морской экологии Вот мы с основной частью Здесь Где-то сидим Не вижу где Ну где-то сидим В общем Вот Смотрим Что Значит В чем тут проблема Так что было понятно В чем наука И прикладные вещи По Международным стандартам Состояние водоемов Всех Рек Там озер Что хотите Один из показателей Это состояние водоемов По состоянию Фитопонтона Микроводорослей Если их там много Если они хорошо себя чувствуют Там все в порядке Если есть какие-то загрязнения Вот экологические нарушения Сколько шума Поток Север-2 Вы нарушите экологическое равновесие А может не нарушим А может нарушим Один из показателей Это состояние фитопонтона Как его мерить Как его состояние Измерять Какие параметры Ну Значит Классика Берем пробу Подсчитываем число клеток Потом смотрим По этому числу клеток Смотрим Сколько было Число клеток Потом хлорофил выделяем Как он себя чувствует Вот смотрим Точность метода Не берусь сказать Трудоемкий метод То порядка 50% И то это хорошо Что делается здесь Вот в этой области Посмотрите Вот здесь Мы поглощаем свет И он частично Весь используется Но частично не доходит До активного центра И выделяется В виде флуоресценции И вот оказывается Чем больше выделяется И кинетика выделения Есть во времени Это можно мерить Чем больше выделяется нам Света Тем меньше пошло сюда И можно определить Что там происходит С помощью моделей математических С помощью экспериментальных данных Ну примерно Знаете аналогия Скажем У вас есть соседи И вы Которые не говорят Сколько они денег получают А вам интересно Как у них там бюджет семейный Вы залезаете к ним В помойное значит Ведро И смотрите А какие они выбросили бутылки Этикетки Ага А чего они пьют Коньяк дорогой Подсчитаем А это А чего они там Обёртки И можете подсчитать По их остаткам Можете подсчитать Их основной бюджет Вот чем мы занимаемся здесь Довольно хорошо подсчитываем Кстати говоря У нас Всё неплохо получается Что в результате В результате Получается так Что мы можем Вот опуская Такой прибор На глубину Можем просканировать Обилие фитопланктона Активность Его можем Сделать Можем чего угодно делать Мы ездим в экспедиции Во многие Вот сейчас В понедельник У нас будет доклад Мы Несколько много Экспедиций Вместе с Институтом Океанографии Сейчас в Арктике Были Ну и вот Значит Посмотрим Что там получается Играет большую роль Скажем Вот одну вещь Скажу Такую вещь Как такое Цветение Водорослей Массовое цветение Водорослей Колоссальную роль Играет Прикладную Потому что это При большом Коплении водорослей Отравление происходит Страдает рыбная промышленность Предсказать его Очень важно Заранее Потому что борьба Трудна Когда много водорослей Удается за 2-3 месяца До начала Массового цветения Найти Что будет выбор Вот тогда С ними надо бороться Когда их мало Когда их мало Значит Вообще Вот Одна из таких Прикладных вещей Которые очень хорошо Развиты Работают В медицинской области Тоже есть Прикладные Задачи Вот несколько слов Я хочу сказать Таких Сейчас вы знаете Что есть Много Разговоров Что у нас Нано Биотехнологии Наноразмерные вещи Вообще Нано Век Нано Структур По официальному Определению Наноразмерные Структуры Это меньше 100 нанометров Ну Значит Что такое 100 нанометров 1000 Ангстрен Давайте сопоставим Это вот Сейчас я вам покажу Значит Наши Нанобиотехнологии Давайте Сопоставим Эти 1000 Нанометров С размерами Наших Наноразмерных Кирпичиков ЖО Вот они Здесь все Перечислены Ну Для сравнения Скажем Примерный Размер Толщина Мембраны Ну До 100 Ангстрен Не больше Меньше Даже Значит Толщина Белок 30-40 Максимум Ангстрен Так Глобал Ну Примерно То есть Биология Давным-давно Работает С наноразмерными Структурами Давным-давно Работает С наноразмерными Структурами И Структурная Биология Сейчас Вот Говорят Ну Структурной Биологии Что это значит Это значит Мы стали Не только Получали Мы их раньше Получали Наноразмерные Кирпичики Живого Но теперь Возвращаясь к тому С чем мы начали Вот эти вот самые Белковые машины Все эти Наноразмерные Машины Которые Каждый Выполняет Свою функцию Мы теперь Знаем Не только Их строение Но с помощью Специальных Методов Можем Получать Параметры Я уже вам Говорил Движения Внутримолекулярные Там Электрические Всякие Свойства Поверхности Их Прочее Которые Играют роль В их взаимодействии То есть Теперь Мы получили Объективно У нас Есть Атомно-силовая Микроскопия Которая Может Прямо Отдельные Молекулы Большого Размера Может Измерять Их Свойства И мы Знаем Уже Реальные Вещи Можем Конструировать Вот Вдумайтесь В это Дело Можем Конструировать Макросистемы В зависимости От Нашего Понимания Их Элементарных Взаимодействий Вот В чем Принципиальная Роль Значение Современного Этапа Когда мы Говорим Нано Технологии Нано Это не просто Дань Новый Ну нано Сейчас Посмотрите Там везде Рекламируют Какие-то Нано-галстуки Сейчас Пожалуй Нано Там еще Что-то Ну Это уже Пиар Идет Такой Неограниченный Часто Нано Надо Понимать По сути Дело В чем Сама Суть Постановки И можно Делать Искусственные Гибридные Системы Ну Например Вот В области Фототерапии Я вам Сейчас Покажу Примеры Что делается Сейчас В области Фотодинамической Терапии Когда Мы Делаем Активируем Кислород За счет Того Что Доставляем Возбуждение В нужную Точку Клетки И этот Кислород Активно Начинает Разрушать Те структуры Где он Образовался Вот Фотодинамической Терапии Раковых клеток Но что значит Возбудить Кислород Надо собрать Кванты Надо Увеличить Поперечные Сечения Кто Кто Собственно Сейчас Устройства Которые Можно Помещать В разные Места Вот Слышали Вот Такое Наноразмерные Медицины Что Такие Комплексы Можно Допускать Как Допускать Скажем Раммонская Спектрикоскопия Возбуждаете Вы Даете Какой-то Возбуждающий Свет Вот С помощью Этих Наночастиц Вы Аккумулируете Воздействие Света Ну я Так Говорю Очень Не строго Которая Повышает Сигнал То есть Это А при этом Точность Диагностики При этом При этом Увеличивается Вот Наночастицы В области Терапии Посмотрите Значит Еще раз В чем Смысл У нас Есть Значит Краситель Вталцанин Ну в данном Случа Не важно Что Я не хочу Вас забывать Там С такими Названиями Которые Возбуждаются За счет Энергии Электронного Возбуждения Активируется Кислород Кстати Говорю Механизм Тот же Самый Когда у вас Скажем На Солнечном Свету Выцветает Краска Кладите Ткань Платье Какое-нибудь И оно Выцветает Почему Потому что На ультрафиолете Возбуждается Кислород Он Разрушает Что Что попалось То и разрушает Краска была Вот он Разрушил Почему рак Получается Не загораете Много На солнце Потому что Активный Кислород Разрушает Структуру Ну и дальше Значит Как В качестве Побочного Вредного Эффекта Это Происходит Развитие Раковых Заболеваний Так вот Мы можем Это Использовать Представьте Себе Что мы можем Направленно Облучать Опухоли Какие-то И мы Можем Их Разрушать Проблема В том Чтобы Получать Возможность Направленно Направлять Наши красители И их Там Облучать Это Огромная Область Важная Но То Что Фотодинамическая Терапия Существует Известно Было Давно Ну Как Было Раньше Больным Давали Они Давали Пищу С Какими-то Красителями Эти Красители Везде Распространялись И Когда Человек Такой Выходил На Солнце То Везде Где Краситель Все Разрушалось Ну Что Что Хорошего Разрушалась Не Только Опухоль Часто Не Столько Опухоль Сколько Здоровые Ткани Значит Это Плохо Значит Нужно Направленное Такие Больные Страдали Потому Что Сидели В сумерках Все Время Чтобы Не Разрушалось Ничего Так Вот Можно Оказывается Взять Наночастицы Которые Могут Подходить Клетки А На них Надо Навесить Вот Эти Самые Красители И Вот Краситель Поглощает Свет Наночастицы Тоже Свет Поглощает Передает На Краситель И Краситель Активирует Кислород Вот Кислород Будет разрушать То Что Там Есть Как Это Сделать Гибридные Комплексы И Дальше Мы Даем Эти Комплексы Они Подходят К Нашей Клетке Ну И Что И Получается Значит Ситуация При Которой У Нас С Вами Разрушается Направлено Те Структуры Которым Мы Направили Нашу Наночастицу Вот Это Так Называем Фотодинамической Терапии Применение Лазеров Еще Вот Недавно Нобелевская Примия была За изобретение Лазерного Скальпеля Слышали Наверное Да Вот В этом году Присудили Недавно Значит Что Делается Значит Если Вы Возьмете Сфокусируете Лазерный Пучок На Очень Маленькой Площади Там Доля Микрона Могут Быть Современная Оптика Позволяет Это Сделать Вы Получаете Огромные Мощности И Вот Эти Мощности Выжигают Отдельные Участки В Арганеллах Более Того Когда Они Выжигают Это Вы Можете Посмотреть А Потом Эти Области Опять Восстанавливаются За счет Того Что Приходят Восстанавливающие Структуры И Оценивая Время Восстановления Можете Оценить Скорость Диффузии Этих Структур И Посмотреть Являются Они Случайными Или Являются Направленными Вот Такие Вещи Могут Быть А Если Вы Даете Чуть Поменьше Мощность Вот Здесь Как Раз Два Порядок Убывания Тогда Вы Можете Не Разрушать Структуру А Вызывать Слипание Спайку Вот Их Плавить И они Потом Сливаются Ну Как Электросварка Вы можете Мощно Разрушить Там Дать Огромную Температуру А Если Вы Расплавили Метал А Потом Охладили Он Слился Вот Такая Вещь Вот Сетчатку Лечит Так Лазером Какие-то Дырочки Есть Сетчатки Они Могут Слипаться Более Того Есть Способы Значит С помощью Лазерного Большого Давления Светового Я в механизмах Не буду Говорить Можете Заставлять Эти структуры Мало Весят Они Легкие Такие Можете Двигать Структуру Можете Передвигать Это Целая Огромная Область Более Того Сейчас Вообще Скажу Что Биофизики Второе Рождение Микроскопии Оптической Повышенная Разрешающая Способность Можем Делать Ну Например Известно Что Синий Свет Проникает Плохо А Красный Инфракрасный Хорошо Представьте Себе Даем Инфракрасный Свет Он глубоко Проникает Огромной Мощности И кванты Суммируются И два кванта Получается Два Красных Квант Получается Синий Квант И можем Синим Светом Получать В частности Вот такие вот Терапевтические Эффекты Чего хотите Ну вот Скажем Если я говорю Фотодинамической Терапии Вот посмотрите Как у нас Вот фотоактивация Фотосенсибилизатор Вот фотосенсибилизатор Который вызывает Появление Активного Форм Кислорода Значит Как его Доставить Как его Доставить Вот Посмотрите Значит Что мы делаем Связывается С рецептором Берётся Модуль Эндоплазмолитический Носитель Который Имеет Ядерный Адрес Ядерной Доставки Который Сама По себе В ядро Придёт Это ядро Опухоли Клетки Его Надо Разрушить Мы Берём И к нему Присоединяем Элегант С нашим Активатором Рецептором Происходит Процесс Естественной Доставки С помощью Процесса Эндосом Образуется Эндоцитоз Который Потом Переходит В ядро Вот Попадает В ядро Ну и вот Значит Всё готово К облучению Теперь Если нам Доставить Туда Свет То он Не вообще Всё будет Облучать А будет Поглощаться Вот этим Самым Комплексом Который Сейчас Мы туда Доставили Более того Можно Можно делать Ещё такие Вещи Можно Делать Ну вот Это даже Делается Колит Мышку Хотя На людях Пока ещё Так Не дошли До этого Мыши Уже Так сказать Вполне Реально Лечит Ну и вот Вот Видите Вот это Доставка И вот Доставился Сюда Вот Значит Это уже Значит Какие Ответвления Здесь Говорите О медицинской Области Я теперь Несколько Слов На есть Время Покажу Расскажу Немножко О прикладных Вещах Ну Вам Конечно Интересно Ну Вы Наука Хорошо Ну Есть Прагматический Сейчас Такой Прагматизм Здоровый Я бы сказал Никакого Ничего плохого Нет Чем Где будем Работать Чего будем Делать Ну Биофизика Конкретно Знаете Меня Когда Всегда Спрашивали Раньше Не только Сейчас Где Работают Биофизики Где Находят Своё Применение Мне Откровенно Говоря Трудно Сказать Где Они Его Не Находят Почему Потому что Цель Нашего Образования Вот давайте Так Немножко Скажу Это Общее Не только Биофизическое Это направленное Развитие Ваших Творческих Способностей А творческие Способности Нужны Везде Один Пример Вам Приведу В 90-х Трудные Годы Которые Вы можете Судить о них По воспоминанию Своих Родителей Вот Было такое Явление Значит 90-е годы На первое место Выходят по своей Значимости И популярностью Молодежи Такие Специальности Как экономист Юрист Ну вот это вот А естественно Научные дисциплины Да я уж не говорю о зарплатах Которые И сейчас Они не сильно велики Но тем не менее Они вообще Популярности Никакой не имели И тем не менее Представьте себе В Московском университете Думаю что В других Хороших университетах Тоже Конкурс На естественно Научные дисциплины Не только не падал А рос Не так быстро Но он рос Возрастал Почему Мы задавались Вопрос Что такое Что у молодежи У нас А у молодежи Очень хорошо Чувствуют Такой барометр Как Недоброй памяти Троцкий Говорил Молодежь Это барометр Революции По настроению Она чувствует Все перемены Так вот Ну что оказалось Как мы пришли К выводу Какому Оказалось следующее Что фирмы Кстати говоря Серьезные фирмы Уже тогда Уже перестали Брать к себе людей Без высшего образования Причем Вовсе не обязательно В той же области В какой работает фирма Почему Очень простой причине Для чего нужно высшее образование Чтобы мозги развивать А если вы не имеете образования У вас мозги не так развиты Как нужно Несмотря на природные Ваши Так сказать Дарования Которые есть Но есть И поэтому Молодежь Очень быстро Сообразил Интуитивно Реально Столкнувшись С таким явлением Что надо Мозги развивать А высшее образование Развивает мозги Возвращаясь К нашему Как говорится Делам Вообще На биологическом Факультете А биофизика В особенности Дает Мультидисциплинарное Развитие Творческих способностей И дело Не просто О том Что вам Математику Читают Вам развивают Те области Вашего Менталитета Познавательные Способности Которые Связаны С математикой Ориентированные На решение В данном случае Биологических Проблем То же самое С физикой Физхимией С химией Вот Все это Является Основой Вашего Творческого Развития А творческие Способности Везде Найдут в себе Применение Университетская Вообще Образование Всегда Такое Образное Выражение И у Вас Называется Как кошка Куда ни кинь Всегда Она Нанаде Встанет Она Хвостом Регулирует У Вас Другие Способы Регуляции Но Тем не менее Значит Результат В хорошем Смысле Будет Тем Близким Нормальным И я В этом Случа Могу Сказывать Твердо У нас Ну Нет Я вам Говорю Нет Областей Где бы Мы Не имели Биофизиков Почему В административных Областях Во всяких Структурах Часто Как Называется Властные Структуры Ну Имею ввиду Не власти А административные Всякие Структуры Находят Все применения В экономических Областях Вот Были Проводились Исследования Где Какие Специальности Находят Своё Применение В областях Которые Далёких От Исходной Ориентации Оказалось Что биологи Биофизики Очень большое Место Знёт Почему Очень Миналитет Разнообразный Очень Разнообразные Возможности Математика Или что-то Какие-то Схемы Экономические Ничего Не боимся Всё мы Это знаем Какие-нибудь Или По крайней мере Основы Такие Можем Легко Развить Свои Знания В этой Области У нас Скажем Защитный Совет По Кандидатским И докторским Диссертациям Даёт Одновременно Биологических Наук Степени Физмат Наук И Очень Трудно Иногда Сказать Исходные Физики Защищаются У нас На биологических Наук А наши Биологи Имеющие Наше Фундаментальное Биологическое Образование Защищаются На физмат Наук Вам Предстоят Вот Я Вам Говорю Вот Как оно Есть Понимаете Значит Одно У нас Нет Никакого На Кафедре Биофизики Кафедре Биоинженерии Вот Это Две Кафедры Которые Работают По Учебному Плану Биофизики Начиная С третьего Курса У нас Нет Никаких Ограничений По Биологическим Дисциплинам Все Дисциплины Даются Другое Дело на что Они ориентированы По-разному Может быть Никакого сокращения Набора Нет Но у нас Есть курсы Математики Физики Дальше Идут Которые Связаны С решением Биологических Проблем И они Читаются Специалистами Работающими В области Биологии Значит Это не Физфак Это не Мехмат Это понятно Но По сути Своей Это дает Достаточно Фундаментальное Образование Которое Вы Потом Можете Уже Самостоятельно Развить Не забывайте Еще раз С чего Мы начинали Что 22-23 года Дальше Трудности Будут Как иностранный Язык Изучать В детском Возрасте Или Во взрослом Состоянии Другие Способы Познания Здесь То же Самое Я могу Вот себя Такой Не то Что я себя В пример Привожу Но Пример Такой Грустноватый Когда я Начинал Геофизику Я здесь Вот я все Слушал Все это Мне говорили Что-то Я все Слышал Но не все Услышал К сожалению И в частности Скажем Например У нас Были сокращения Были Но мы Не слушали Курса Ниши Растения Я помню И не слушали Еще что-то Не слушали Там Ну тогда Еще кстати Молекулярной Генетики Не было Я еще В то время Учился Когда это Было Ну она Уже Не была Буржуазной Наукой И помощниц Империализма Но Еще не Получила Права Гражданства Системы Нашего Высшего Образования Поэтому У нас Такого Систематического Изложения Молекулярной Генетики Не было Представьте Себе Прошло Много Тему А мы Случай Подготовлю Селекцию Прочитаю Но это У меня Не внутри Понимаете Это Не внутри Почему Поздно Поздно Из другой Опер Это Как В профессиональном Спорте В профессиональном Спорте Вот Недавно Значит Знакомые Там Пошли Девочек На каток Мы хотим Чтобы они Занимались Фигурным Катанием Может быть Из них Они такие Спортивники Девчонки А там Спрашивают А сколько лет Девочка Ну Маленькие Еще Одной Семь Другой Восемь Мамочка Опоздали на пять лет Мы с трех Четырех лет Начинаем учить И если позднее Ничего не получится Вот она Вот то же самое Здесь Часто задают вопрос У нас в школе В России Всегда были сильные Теоретики И остаются Так Будем надеяться Почему Что в других Странах Что нет Да не в этом Дело Большие нагрузки С самого начала Большие нагрузки С самого начала Это профессиональный Спорт Мозг Та же самая мышца Для производства Мыслей У нас были обсуждения В университете Большие нагрузки Студентов Слишком большие А за границей Маленькие Вот я начал С этого говорить Там 20 часов Я в Америке Много раз был Там лекции читал 20 часов 21 час И не дают Больше взять На младших курс Почему Пусть и настоятельно Что-то делать Почему Цель другая Цель Дать возможность Выбора Почувствовать Они фрагментарно Выбирают Разные Предметы Ну читы Там Английская литература Квантовая химия Ещё Вот такие вот Наборы Может быть Это даёт Возможность Выбрать Если ошиблись Ну это ваша проблема Не ошиблись Хорошо У нас другая цель У нас цель Всестороннее Одновременное Развитие Ваших творческих Способностей Вот Так сказать Наша цель Понимаете И дальше Мы как бы Мы готовим Десятиборцев Которые потом Если сориентироваться В каком-то Сосредоточиться В каком-то виде спорта Могут поставить Мировой рекорд Могут не поставить Но там они получат Достижения Если вы тренируете Спортсмена Которого По прыжкам В высоту Он будет У вас только В высоту прыгать Ну Допрыгается Я бы сказал Так Он должен И плавать И штангу Еще что-то такое Здесь то же самое Понимаете Нельзя время терять Поэтому я Откровенно Могу сказать Что Вот такое Разностороннее Образование Которое мы даём В области Вот этой биофизики Оно очень полезно Во всех областях Во всех областях Сейчас век Ну Мы так немножко Играем В лозунги Всять Вот структурная биология Это наноразмерные частицы Обладающие Уникальными свойствами Которые Физика Для них это тоже новое Вот здесь вместе Надо все это решать И это Составляет предметы Основу Вашей бурдачей деятельности Мы планируем Вот на этом Перед вами Сейчас второй пурс Что у нас будет Ваше распределение Будет после второго курса Сейчас немножко рановато Но подумать Уже пора сейчас Это трудный выбор Ребята Тут не надо думать И никто кроме вас В конце концов Не может сделать Важно не ошибиться Но когда вы имеете Широкое образование Вы и не ошибёте Потому что и в жизни Вы всё время можете менять И будете менять Разные объекты Разные проблемы Даже у вас будут разные И важно быть готовым Ко всему То есть надо всесторонне Подготовиться Ко всему Вот чем в чём Хорошие Вообще положительные черты Я не агитирую вас Идите все на биофизику Мы всех перевалить не можем Но в принципе Вот что вы Умерли в виду Ну по принципу такому Что мне нравится Чем заниматься Часто же биологию Кстати говоря Многие выбирают По принципу Не то что нравится А не то что я не хочу Этим заниматься А выбирают А я вот не хочу Заниматься чем Математика Физика Что-то сложное Интересное Химия Бог её знает Пойду-ка я в биологию Вот А чё это Не секрет Чё Всё это проходили Никаких секретов нет Ну Можно конечно Но Если вы На чём я хочу закончить Если вы не Будете Уделять внимание Всем дисциплинам Вот всем без исключения В разной степени По-разному читаю Кто-то лучше Хуже Кто-то интереснее Это не важно Я говорю От содержания дисциплин Как-то Вы многое потеряете Вы многое потеряете Понимаете И Вот это вот такое Всестороннее развитие Всестороннее развитие Это основа Вашего Будущего Такого Я бы сказал Научного Мира ощущения Что вы не почувствуете Что-то вы потеряли Я бы сказал так Вот Немножко это жестоко Но Можно по-разному учиться В конце концов Ну что Проблемы сессии Что-ли сдать Ну Задим как-нибудь Там туда-сюда Ну не сдали мы зачет Ну потом сдадим Какие проблемы А вот потом Если вы не успели Что-то запомнить себе Ну потом будете Жалеть об этом Будете об этом жалеть Но к сожалению Время При этом время уже Упущено Время уходит Здесь будет Мы организуем Такую теоретическую группу Условно называется Теоретической биологией Кто После сессии Вот будет После сессии Вот у вас Весенняя сессия будет И в чем ее Все там все Остановится Будет то же самое Что у всех Немножко больше Будут какие-то курсы Вам немножко почитают Для чего математика нужна Для биологии Вот почему она нужна Чего она дает И уверяю вас Не в том смысл Чтобы вы научились Решать уравнения Если они никому не нужны Чего их решать А в том смысле Вы научились составлять С помощью С помощью знаков Символов математических Строить свое видение Биологических процессов Которые вы будете изучать Математики вам будут решать Но вы будете составлять Вот эту симфонию Вот это вот то что нужно Но этому нужно делать Понимая возможности И не обязательно Самим всеми заниматься Этим делом Вам будут читать У нас Сейчас другое время У нас на факультете У нас на кафедрах наших Есть люди Которые имеют Фундаментальное Математическое Физическое образование Но в течение Двадцати-двадцати Больше лет работают Уже в области биологии Они чувствуют В чем проблема И вовсе не то Что они там завалят вас Какими-то уравнениями Но понять просто Для чего это нужно Это вот с помощью Таких специальных курсов Вы сможете Ну вот эта группа будет После осенней Вашей зимней сессии Ну вам все расскажут Вот можете Это не обязательно Что вы на биофизику Пойдете при этом Можете пойти в другие Кафедры Ради бога Там тоже нужны Эти методы Другое дело Что они везде На всех кафедрах И не в разной степени Применяются Эти точные методы Но если мы этого Не будем делать Понимать Кончится дело Грустно В каком смысле Сейчас скажем Химики Двадцать лет назад Не было А сейчас у нас Кафедра На химии Кафедра Занимающаяся Биологическими проблемами Это хорошо Очень хорошо Но они Будут заниматься Так сказать Они будут Играть первую роль На физфаке Сейчас только Ленивые Биологией Не занимаются Там была Кафедра Есть Кафедра Биофизика У нас с ними Там взаимодействие Общий совет Там все А сейчас Там все Кафедра Физическая Медицинская Физика Там еще Что-то еще Все занимаются Понимаете Они будут иметь Приоритет Перед вами Потому что Они не только Методами владеют Научиться Кнопки нажимать На ЕМР Это не проблема А понимать Суть эксперимента И интерпретировать Его Сопоставляя Со свойствами Биологического Объекта Вот что Вы должны делать Меня часто Спрашивают Чем отличаются Биофизики Биофака От биофизиков Физфака Я могу вам Привести слова Потребители Наших биофизиков Институт молекулярной Биологии В Академии наук Они говорят Когда к нам Приходит Биофизик Из биофака Или биофизик Из физтеха Очень сильный Факультет Сейчас там В чем разница Биофизик Из физтеха Знает физику Лучше Чем биофизик Из биофака Но биофизик Из биофака Знает физику В объеме До статуса Для того Чтобы заниматься Конкретной задачей Которая перед ним Стоит И если нужно Расширить Свои знания Он это может Сделать Потому что До статуса Кур У нас считается Квантовая механика Квантовая химия Статистическая Все что есть Но так В объеме Меньше Главное Ориентированно Биологические проблемы А в чем разница Разница Это в том Что когда Биофизик Из физфака Быстрее Более точно Делает физический Эксперимент Получает результаты Он потом приходит К руководитель И говорит Спрашивает Что мне делать дальше В связи с биологией Биофизик Из биофака Не так быстро Но делает Но не спрашивает Он знает Что делать дальше Потому что Биологическое Фундаментальное Образование Вот где оно Начинает играть роль Ему легче Сопоставить Свои результаты С общей биологической Проблематикой Что в общем-то Мы все ведь Не играем же В уравнения Ради самих уравнений Игрушки Это так Так сказать А для чего Надо иметь возможность Биологический кругозор Вот это вот Важность Этих всех Биологических дисциплин Не надо Недооценивать Скажем Мы не хотим Заниматься Залогией Не занимайтесь Но знать Что это такое Или систематикой Надо знать Потому что Там другие области Менталитета Совсем Задействованы Они вам пригодятся На этой веселой ноте Давайте закончим Да, хотел я вам подождите Вот, хотел вам показать Вот, извините, пожалуйста Хотел вам показать В результате Что с вами будет Вот здесь Типичный Это обобщенная Картина Студента Первого курса Не знаю Насколько она Смотрите Какие глаза Приятные Он полон иллюзий Что жизнь прекрасна Что его ждут Одни развлечения Он и сейчас Ничего Что развлечения Мягко выражается Хотя Видя Число людей Отсутствующих На лекции Я могу представить Чем они сейчас Занимаются Надеюсь Мы же так всю жизнь Можем проспать Вот А потом Когда вы все освоите Когда у вас все будет Нормально Все Вот смотрите Ваше будущее Вот так Желаю вам приятного Провести время АПЛОДИСМЕНТЫ